Приветствую вас. Отвечая на вопрос, что делать, я бы сказал, что работать нужно с вашей тревожностью как раз и с тем, что вы называете неврозом, который ваша мама песня передала вам. То, что вы называете любовью, отдает немножечко желание изменить человека, желание поменять ухо его. Ваша мама не изменится, но вам ее жаль, и вы ее любите. Это взаимоисключающие элементы, потому что нельзя человека любить и одновременно его жалеть. Если вы его жалеете, я отрицаю его выбор. Вы отрицаете его выбор жить так, как она хочет. Возвращение очевидно, что вы с своей мамой боретесь здесь. Вот. Вы пытаетесь с ней бороться, вы пытаетесь ее переделать, а на самом деле нужно просто принять себя, но вместе с тем поработать и со своими собственными страхами, со своими собственными переживаниями, по своими собственными, слабыми странами, как вы, наверное, думаете, вот, и принять в себе какие-то недостатки. Вот. Сейчас вы это делаете через маму. Попытаетесь ей доказать, что у вас есть такое, не совсем верное представление, что если вы вам сможете что-то доказать, то все у вас будет хорошо. Ну, на самом деле, нет. Ваша мама, она, так как она есть, она не изменится, потому что ее все устраивает, а вы, вы вполне себе способны это сделать. Вот. И, опять же, как бы, обижаться вашей мамой может сколько угодно, но потерять она вас боится, поэтому я думаю, что она от вас не уйдет. Вот. Научиться реагировать на критику и не поддаваться манипуляциям можно, перестав быть жертвой, сейчас вы являетесь жертвой, здесь я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана. Вот. А, значит, соответственно, выйти из, эм, э, состояния жертву необходимо поработать, лично ответственностью разграничить то, за что вы отвечаете, а за что нет. Вот. Ну, и, в целом, личностный рост тоже здесь вам рекомендуется. Вот. Вот. Эм, дальше, вы пишете, э, значит, мне очень желательно, что я поздно начала изучать свое состояние, чтобы понять, что я не сумасшедший, что я не являюсь ничтою, а просто матринку, правила и зависит от критики. Э, с матринкой тоже можно поработать. Вот. Э, только я не очень понял вашу фразу по поводу того, что поздно начала изучать свое состояние. Поздно это как. Вот. В целом, вы считаете, что ваше мэн право. Вот. Вы подозреваете, что ваша мэна может быть в чем-то право. И вы знаете, я открою вам небольшой секрет, ваша мэна, э, действительно может быть в, э, чем-то право, чем-то право. Э, вы можете видеть это, про меня сейчас, а то, в казах, вы можете быть в чем-то право. относиться совершенно спокойно, вот, так что такой вот ответ я могу вам дать. Вы ее обесцениваете, т.е. вы называете ее глупой, вам ее сейчас больше похожи на созависимое отношение с мамой, т.е. необходимо четко определить ее место и свое место, т.е. грубо говоря, по взрослым. Смотря на то, что вы и называете в себе взрослым, но тем не менее, тем не менее. Мама постоянно критикует и манипулирует, но что делать? Проводит с тем, с чего именно вы хотите и что именно вам болезнь, т.е. что больные всего откликаются здесь. Она прекрасно понимает, что я взрослый человек, а я еще замуж. Нет, она не понимает, что вы взрослый человек, замуж для нее вы ребенок. Живем мы вместе. Ну, вот, как бы, здесь момент в том, что вы сами выбираете жить вместе и, как бы, она манипулирует вам естественно. Т.е. вы не самостоятельные. Более того, находясь с мамой, вы пребываете в роли ребенка. Она очень сильно верующая, православная, слишком фанатичная. Ну, какая есть, в общем-то. Она совсем не развивается, вместо того живет одним из стереотип, между мужчиной и головой женщин должна подчиняться. Может быть, если ее все устраивает, зачем что-либо менять? Она глупая. Так, ну, здесь вот вы откровенно оцениваете и умственные нормальности. Это деструктивные стереотипы. Мне есть жаль, прожалось, я уже сказал. Через жалость человек, как правило, пытается, значит, дистанцироваться от другого человека. То есть вы через жалость пытаетесь дистанцироваться от мамы. Иногда мне не по себе от того, что она не развивается. А зачем я развиваться, я очень люблю, в чем это проявляется. Хочу, чтобы она иногда отходила от своих православных видео и различных политических роликов, где не все бред, бред, люди бы промыть мозги, она в это сильно верит. Любовь – это принятие вывести. Вывести ее не принимаете, а спориваете то, что ей важно. Я постараюсь себе объяснить, что не все это правда, но мои слова на нее влияют. А зачем? Для чего вы пытаетесь себе объяснить? Зачем? И важным словам ей на нее влиять. Она постоянно боится насуждения со стороны людей, поэтому говорю, что если я не обвиняюсь, то жить в машине не буду. А как получилось, что у вас есть тема ваших отношений с мамой? Я, конечно, могу сделать иначе, но иначе отношения с ней испортятся, так как вероятно не все. Так вы боитесь, что она от вас отвернется или что? И означает ли это, что вы не собираетесь сменчаться? Означает ли это, что вы устраиваете не совсем уверенные отношения? Недавно я посоветовалась и показала ей одну стильную юбку в Никонет-магазине. Наверное, интернет. Вы хотели написать, ну, может, Никонет. Зачем? То есть вы показываете человеку то, что в принципе она не способна понять. Для чего? Похоже на провокацию. Ой, моля, не доводи меня до тошнясты, грубо ответила она. Она грубо и громко озвучила, что на меня напала тревога. Тревога из-за чего? Вот этот страх осуждения, он есть и у вас. Только здесь страх осуждения матери. Из-за чего? Из-за того, что вы ее идеализируете. Это у вас в детстве осталось. Вместе с тем вы можете увидеть некое рациональное зерно в ее позиции, которое беззлобие условно есть. Я точно на нее накричал и сказал, что не все то, что ей не нравится, должны другим не нравиться. Но, опять же, это здесь вы решает. Вопрос в том, от чего? Налицо, как я и сказал, размытые границы. В итоге она обиделся. Это нормально, это манипуляция с ее стороны. Я уже не знаю, как с этим бороться. Зачем? Вы пытаетесь менять свою маму. Вы говорите, что она прекрасно понимает, что я взрослый человек. Вы пишите, что мама понимает, что вы взрослый человек. Но пытается вас менять, и вы ее меняете тоже. То есть вы действуете так же, как ваша мама. Может быть, сперва нужно отказаться от идеи кого-то поменять, а дальше уже посмотреть, как обстоятельства. В общем, дела. Мне трудно от того, что у меня такая мама, хотя я очень сильно люблю. А в чем именно ваша трудность? Вы... Так, в свой невроз у вас есть диагноз, чтобы говорить про невроз. Так... Чтобы понять, что я ничтоожествую, что я не являюсь ничтоожеством, а просто там оценку баллы зависит от критиков. А это важно, что вы ничтоожествуете на сеть? Для нее мама. А в чем вы ей верите? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!